добрый вечер дорогие друзья ну я в москве на метро юга западная здесь останавливаюсь у своих друзей и можно бы доехать троллейбусом но я люблю ходить здесь пешком потому что этот район мне известен с юности там вот где-то храм архангела михаила который я вам показывал как-то я люблю время от времени сюда приехав прогуляться у нас с вами осталось закончить тему обученной беспомощности я вам уже рассказал что это такое и рассказал все три части которые видят специалисты как нарушение которых и указывает на обученную беспомощность но в заключительной части я хотел сказать что на самом деле все усугубляется потихонечку усугубляется в том плане что в общем то общество не стоит на месте и у нас стараются общество развивать развивать его интеллектуальные возможности развивать его образовательные возможности и это дает некие корректировки в этом вопросе потому что насколько образованность так называя нарастает настолько же нарастает и беспомощность это капица когда-то высчитал что каждому поколению сейчас нужно 6 раз увеличивать количество информации для своей успешности он высчитал это восьмидесятых по моему годах так вот представляете как несколько поколений сейчас уже прошли которые вот эти в шесть раз приобрели и тот кто приобрел тот стал успешный а а кто не приобрел тот извиняюсь так и остался в низу общество свалив на всякие проблемы что у него нет работы что у него нет значит средств и все остальное он не смог выбраться в люди как у нас говорят но причина могла быть как раз не столько в том что нет средств и нет возможностей а есть образованная беспомощность обученная беспомощность и и здесь очень интересно то что именно проблема нарастание информации количество информации для успешности она ведет к тому что страдают и эмоциональная часть страдает и мотивационная часть поэтому когда я сейчас вам объяснил что не так трудно гармонию казалось бы приобрести то есть вот когнитивной те нужно соединить то что разум умеет с тем что дух что духовность умеет и тогда присоединив эмоции и мотивации вы будете успешны они так они все так просто потому что дисбаланс получается разум увеличивает потребностей его потребность увеличивается и мы это даже на физиологическом уровне сейчас наблюдаем потому что подросткам чтобы стать старше сейчас нужно больше времени педиатры уже настаивают на том что как минимум нужно детский возраст продлить не до 18 до 21 года но хорошие педиатры говорят что у мужчин нужно его продлить до 25 а то и 30 а у девушек до 23 25 и это чревато тем что на физиологическом уровне эти молодые люди еще дети а мы с них требуем разумности и духовности как от взрослых как от взрослых и вот этот диссонанс требования с получаемой информации получаемым объемом тех знаний он и приводит к депрессии объем знаний тоже очень странно значит у нас начинает разлагаться на составляющей то есть казалось бы ладно информационное обеспечение увеличивается молодой человек через компьютер через интернет так далее может больше получить информации и прибресь для ее как бы насытить свой разум этой информации а что с духовностью из духовности то есть духом то есть то что в когнитивной части называется бессознательной а в духовной части проблема проблема не только в том что молодые люди перестают духовностью заниматься но и проблема в том что их раздергают в этой духовности понимая насколько важно зацепить их за эту часть их личности и удержать у себя а те кто что-то понимает в этих значит технологиях захвата личности я понимаешь что именно захват через духовность через психику через подсознательные дает более гарантированные значит для тех кто захватил гад дает гарантии что он как говорится не сорвется поэтому мы видим что такую дурацкую духовность иногда интеллектуальные люди уходят такие странности творят и все потому что они неграмотны в духовном своем развитии они знают что у них есть знает что можно развивая это объединяя в себе как в личности быть личностью продвинутой ищут это моих цепляет цепляют восточными технологиями цепляют всякими практиками так называемыми духовными то что там у нас как страшилка экстрасенсы объявляются и человеку навешивая я ярлык астрасенс считает что он негодный слушайте давно есть более страстные люди с более страшными технологиями со своими аналит и и отработанными способами применения религиозных практик для захвата духа человека что все эти экстрасенсы и доморощенные колдуны я извиняюсь отдыхают вот поэтому ваша задача если вы сейчас смотрите для себя еще лучше если вы их как родители или бабушка смотрите для пользы молодого человека или ребенка ваша задача понять что обучать нужно много но не без помощности то есть обучая таким образом что он зависит начиная тот этих обучающих программ от этих технологий которыми он обучился вот этих людей которые владеют этими технологиями якобы начальники над ним становится в данном случае вы заводите его в эту зависимость эту зависимость поэтому я как всегда могу предложить очень простую вещь у нас в плане эмоций созерцание это лучшее что может дать хорошие эмоции плане мотивации чтение евангелия и значит разговор духовный о том что нужно делать заглядывание вот вперед что нам заповедовал господь это мотивационный ну и осознание своего разума как копилки знаний которых должна быть не помойка а должен быть накоплен багаж инструмента для работы для окружающей среды соединенные с духовностью с духовностью и дает успех и у нас я вам скажу так что самое лучшее конечно православие где у нас с вами все есть все спасибо за внимание а вот моя подруга феня вот я к ней приехал